Приветствую вас, друзья! Прилетели мы домой. Добирались, правда, двое суток домой, но тем не менее мы прилетели домой. Сходила я в банкомат, потому что ушло у нас порядочно денег на отпуск. Чем занимались вы? Расскажите. Погода у нас плюс 25 градусов. Сегодня я вышла на третье место в топ-10. Борис, кстати, тоже ведет трансляцию. Стрим давно не проводили. Напишите, ведете ли вы стримы, если ведете, то как часто? Один раз в неделю, один раз в три дня, может быть, каждый день. Кстати, пока я гуляла по роще, ко мне подошла женщина, которая со мной жила раньше в общежитии. Я ведь раньше жила в общежитии. И прогулка по роще мне тоже принесла определенные плоды. Эта женщина рассказала своей дочке, что я занимаюсь проектом, бизнесом, проектом всем миром, кстати. Кому интересно, ссылочка будет у меня в закрепленной записи на стене. И я обычно работаю в режиме онлайн, то есть в интернете. Она рассказала своей дочке, что я занимаюсь бизнесом, и эта дочка вступила в проект. Получается, что из моего поселка уже два человека в нашем проекте, в проекте всем миром. Сегодня я выбилась на третье место. На первом месте в топе 10 у нас Василий Мироненко, моя команда, Андрей Ломовцев или Ломовцев, тоже моя команда. То есть у нас команда лидеров. У меня есть определенная методика, которая называется приглашай, не приглашай. Она подходит под любой бизнес. Стоит она 2000 рублей с партнерской программой, 40 процентов. Если Вы будете ее продавать, Вы будете получать 800 рублей с продажи. У кого что новенького, кто еще занимается бизнесом в интернете, поставьте минус, если у Вас не получается, и поставьте плюс, если у Вас получается. И какие трудности возникают, вот хотела сказать. Очень многие жалуются, что у них трудности с приглашениями. Кстати, когда мы были в Турции, через 2-3 дня, мы были там 13 дней, через 2-3 дня застали к нам подходить люди и спрашивать, дайте ссылочку на Ваш канал. А Вы что, видеоблогеры? Мы никому не говорили, просто люди видят, что мы проводим трансляции, что мы пара отеля в Турции. Кстати, я сегодня выставила видео, что мы пара отеля и какие там конкурсы были. Можете на моей стене посмотреть. каждый день участвовали в конкурсах и все это снимали на видео. И получается, что весь отель за нами наблюдал. Это тоже популяризация себя. То есть, мы никому не впаривали свой проект, никому даже про него не рассказывали. И смотрю, на моих каналах пошли турецкие комментарии. И еще, мы, когда пошли в Хамам, в баню турецкую, просто ради спортивного интереса мы предложили такую сделку. Хамам, то есть, ты распариваешься сначала в финской бане, потом лежишь в Хамаме, тебя натирают мочалками, тебя все в пене, видна только одна голова. Потом идешь в релакс-комнату, потом еще минут 40 масляного массажа, массажа. и стоит это 20 долларов. Ради спортивного интереса мы предложили, говорим, мы вам делаем скидку, то есть, мы вам делаем рекламный ролик, а вы нам делаете скидку 5 долларов на каждого. То есть, получилось, что Магомед, это про Хамам, я рассказываю про релакс-процедуры, про массаж. нам сделали скидку по 15 долларов, мы пошли, я, дочка и мой муж, а мы им сделали рекламный ролик об их спа-центре. И получилось, что мы популяризировали свой канал, получили скидку, а тем самым пропиарили свой канал. Эти люди, которые в спа-центре стал показывать своим массажистам, рассказывать о нас. И люди приходили, в общем, рекламный ролик этот полетел. И получается, что к нам в ресторане стали подходить люди и задавать вопросы. И стали связываться с нами в ватсапе. Как, как, Борис? И получается, что мы стали популярными в отеле и в Турции. И люди стали... В нашей Турции стали популярными. Нас все знают. Привет, Борис. Привет всем. И получается, свой бизнес надо продвигать методом приглашая-не приглашая. То есть популяризировать надо себя, свои видеоканалы, свои каналы на YouTube. Потом люди будут заходить, смотреть рекламные ролики, а потом будут спрашивать сами, чем вы занимаетесь. И вы тогда уже будете говорить, я состою в бизнесе, в таком-то, таком-то, получаю столько-то и столько-то. Когда бармен нас стал спрашивать, сколько вы получаете, и мы ему сказали, что мы 5-6 тысяч долларов получаем в месяц каждый, у него вот такие вот глаза были, потому что он получает 100-200 долларов в месяц. Представляете? и он сам стал спрашивать про проект, то есть мы никому ничего не предлагали, люди подходили к нам сами, и теперь у нас есть еще одна цель, мы будем ездить по миру, популяризировать себя, и люди будут приходить к нам сами. То есть я вам советую то же самое делать, не надо никому ничего впаривать, не надо никому ничего спамить, вы просто популяризируете себя, делаете какие-то фотографии, выставляете в инстаграм, в одноклассники, в фейсбук, вконтакте, набираете везде друзей, то есть люди будут сами проситься, вы их будете просто принимать. Ну, можно пользоваться какими-то сервисами, например, Калиострой. Да, Дмитрий, мы путешествуем каждые 3 месяца. Ну, просто у нас дочка школьница, поэтому не всегда получается каждые 3 месяца путешествовать, но летом обязательно еще куда-нибудь полетим. И этими сервисами мы пользуемся для того, чтобы к нам шли друзья. И получается, что мы популяризируем себя и наш бизнес идет в гору. Вот так вот ненавязчиво введите стримы, обязательно, обязательно создайте себе YouTube-канал и у кого его еще нет. Снимайте свои ролики, не надо стесняться. Ой, меня прыщик вскочил, ой, у меня там глаза не накрашены. У меня в Турции ноготь отвалился, но тем не менее я все равно снимала свои видео, участвовала в конкурсах. Не надо комплексовать по поводу своей внешности. даже если вы ну очень страшный, оденьте маску и все равно снимайте видео. Ксения Собчак, блин, страшная лошадь, но тем не менее она популярная. Или Ольга Бузова, если она не накрашенная, она же страшная, но она популярная. Очень много могу привезти вам там этот Мартиросян или еще в нашей Раше насяльника Галустян. Они не красавцы, но они популярны, их знают. Поэтому делайте так, чтобы вас знали. На этом я заканчиваю. Всем здоровья, следите за моим каналом, подписывайтесь на трансляции, ставьте лайки и всем удачи!